Мы продолжаем наш разговор. Люба, скажи, пожалуйста, вот ваше пребывание здесь, уже как бы пошла вторая половина вашего пребывания, но еще что-то впереди, еще что-то будет. И вот мы и в прошлых наших встречах с гостями центра, и в различных лекциях всегда говорим о том, что наша задача не только излечить, вылечить ребенка, вернуть его в норму, но и раскрыть какой-то потенциал, какие-то способности, какие-то, может быть, интересы, какие-то устремления ребенка. Что по этому поводу с Аароном происходит? Видишь ли ты что-то уже сейчас, понимаешь ли ты его направление в будущем? Что появилось за это время? Ну, скажу так, я пока наблюдаю. Появились абсолютно четкие вещи, такие, например, что Аарон, в принципе, начал писать. То есть я сюда привезла какие-то прописи на немецком языке, и если до этого Аарона не возникало никакого желания делать это даже под моим четким руководством, вот, и окей, из-под палки, у него не появлялось этого желания. И здесь он сам сел, и вместе я стала ему показывать, и он стал писать. То есть ему это интересно? Да, 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 ему это стало интересно. Он мне сам стал приносить книги, чего раньше тоже не случалось. То есть он мог сидеть один и бездумно перелистывать страницу за страницей, возможно, даже не в виде картинок. Сейчас ему важно, чтобы я ему читала. Книжки я с собой привезла тоже. Вот это, кстати, тоже такой необходимый момент. Обязательно при посещении центра Биердавид, когда вы сюда едете, когда вы сюда собираетесь, возьмите с собой какие-то, ну пусть даже минимальные, но методические учебные пособия, потому что я гарантирую вам, что у ребенка начнутся изменения, и с ним надо начинать заниматься уже именно здесь, чтобы, возможно, что-то скорректировать, увидеть какие-то недочеты, и вместе с специалистами центра Биердавид, над этим продолжить работать. Вот это очень важно. То, что появилось у Аарона. Касаемо его потенциала, я наблюдаю. Я наблюдаю. Вот, конечно, желание моего сердца таково, чтобы мои дети пошли в медицину, это было бы очень здорово. Но это желание моего сердца, как хочет Бог, и как оно то будет, и что есть на самом деле, мы открыты. И еще один момент, который я хочу, чтобы прозвучал, мы тоже довольно часто об этом говорим. И вот хотелось бы узнать твое мнение. Вот вы приедете домой, вы получили вот здесь такой толчок, такое как бы, да, приоткрылась какая-то дверь, вот, хорошее, нормальное будущее. Вот к вопросу о том, что делать дальше. Вот как заниматься с ребенком, как его развивать, какие мысли появились сейчас, какие планы, может быть, формируются, может быть, еще не четкие, потому что надо обсуждать в семье, я понимаю. Но какие-то задачи, которые вы ставите на будущее, и есть ли понимание, что вот то, что вы получили здесь, это только первые ступени, ну, скажем так, в начале большого пути. А так оно и есть. А так оно и есть, это огромный толчок в будущее, это огромные, ну, помимо того, что это надежда, это просто факт, что ребенок изменился. И очень четкая мысль пришла нам двоим с мужем, и в нашей приватной беседе по телефону мы это уже обсудили, и Давид одобрил, мы отдадим Арона на единоборство, в кружок восточных единоборств. То есть или это будет ушу, или дзюдо, то есть какие-то парные единоборства. А раньше я его не отдавала из-за своих каких-то страхов, я не знала, как он будет там себя держать, я не знала, как он будет себя вести, мало ли дадут по голове, мало ли что, эти страхи абсолютно ушли, я вижу, что он абсолютно готов. В общем, это первое, что мы сейчас делаем по приезду в Германию. Во-вторых, Арон будет готовиться к школе, то есть будет идти подготовка в нашем обычном режиме, мы продолжим занятия с логопедом, мы продолжим наше домашнее занятие нейрогимнастикой, которая идет на укрепление, в принципе, всех мышц организма, и еще мы делаем логопедическую гимнастику, логопедические упражнения для мышц щек, потому что Арон пять лет не разговаривал, за пять лет мышцы его успели атрофироваться, и дома мы делаем эти упражнения. Вот, ну то есть это вот планы на такое ближайшее будущее. То есть... И наблюдать, наблюдать, наблюдать. Да, то есть я хочу подвести, вот наш разговор уже близко к окончанию, подвести к тому, чтобы родители, приезжающие сюда или собирающиеся приехать, и чтобы они понимали, что здесь им придется, скажем так, вот задуматься и где-то подготовиться, оставить какую-то программу по работе с ребенком в дальнейшем. То есть это не значит, что вот они приехали, им все дали, они вот разжевали, да, они все это дело проглотили, и все на этом закончилось. Я скажу честно, что мы уже обдумываем наш второй приезд, сможем, мы очень серьезно над этим думаем. Разумеется, дома, в домашних условиях, я продолжу медитацию, как я уже говорила, я продолжу, несомненно, общение дистанционное с Давидом. Все это будет. То есть вот так. Единственное, что мы получили огромный пинок, толчок, вот в такое вот светлое будущее. То есть, это вот еще раз, да, чтобы это прозвучало, что это начало. И вот, смотри, ну, как говорится, что уже произошло, то произошло, назад ничего не открутить, но вот для остальных родителей, ведь вы приехали с Аароном, когда ему 6 лет. То есть, это уже достаточно большой возраст, и то, что, ну, как бы, было раньше, то есть, это приходится нагонять. Абсолютно. То есть, он где-то отстал. Поэтому, вот, твое мнение по возрастным моментам приезда. Разумеется, чем раньше, тем лучше, но по факту разговоров с Юсефой, например, я знаю, что Юсеф не любит работать с детьми, которые, скажем так, младше, например, полутора лет. То есть, все-таки, вот эти полтора года специалисты центра оставляют для того, и дают какой-то шанс на то, что ребенок разовьется сам. Что-то произойдет, произойдет-таки какой-то толчок. Если нет, да, дальше можно работать. То есть, наверное, не раньше полутора лет. Давид, если это не так, вы меня поправите. Это не совсем так, нам обращаются с детьми буквально сразу после рождения. Иногда именно это целесообразно, как тоже доктор Аркадий рассказывал, что если получена какая-то родовая травма, ранняя корректировка этого крайне важна. Это немножко, это просто разные методики. Наверное, да. Мы говорим, скажем, о физическом и о психологическом и духовной коррекции, так вот разделим, да, физическое можно начинать практически с рождения, вот, а вот уже духовное и так далее, там, да, там в зависимости от возраста и все. Но ситуация такая, что я к чему это говорю, что чем раньше родители задумаются и обратят внимание, что ребенок что-то не так, вот пример буквально совершенно такой безличностный, когда обращаются в ИИ, родители видят, что ребенок, там, скажем, 6 месяцев он не сидит или там 9 месяцев он не переворачивается, и они как бы вот ждут, а вдруг, а вдруг, а вот, вспоминаю, там, папа там такой был ленивый, там не переворачивался и так далее, и так далее, а в полтора-два года выясняется, что это уже диагноз детскоцеребральный паралич. Кстати говоря, Аркадий рассказывает о том, что происходит сейчас. Да, вот реальный пример буквально. Не придумал. Вот. Поэтому здесь вот именно отношения родителей, то есть, как говорится, сидеть, ждать, а вдруг это произойдет само, вот, вот об этом я хочу сказать, что... Нет, нет, само ничего не рассосется, абсолютно, да, в этих случаях, я просто об этом не подумала, это травма, полученная при родах, это однозначно обращаться с... просто приезжают с очень разными заболеваниями, я понимаю, что как бы, вот, Арон это, вот, как говорится, наше все, но это один из детей, которые, скажем так, большого количества детей, которые к нам приезжают, совершенно разные патологии, и патологии, которые, к сожалению, не... больше нигде не лечатся. Вот. Ну, мы, так скажем, подошли к логическому завершению нашего разговора, и опять же, если доктор Люба хочет, вот, сейчас напутственное слово родителям, мамам, совет, пожелание, вот, сказать, и они очень, скажем так, внимательно слушают, и, я так понимаю, что мотают на ус, то, что вы говорите, поэтому, если что-то есть сказать, то давайте воспользуемся этим шансом. Разумеется. Ну, во-первых, всем мамам и папам, которые находятся с нами в регулярном общении в чате ВЦЭП, Центр БР Давид, я передаю огромный привет, и я надеюсь, что мы останемся дальше все вместе, будем делиться успехами наших детей, всем родителям, которые, возможно, смотрят нас впервые, еще не знают о существовании чата Центра БР Давид, и, возможно, тем родителям, которые потеряли надежду, я хочу сказать еще раз, вы в очень правильном месте, сделайте глубокий вдох, и сделайте звонок Давиду. Оно стоит того, это огромный шаг к успеху ваших детей, уже даже просто звонок. Дальше не ленитесь, находите время для того, чтобы делать медитации, какой бы ни была плохой погода, каким бы ни было плохим настроением, что бы ни происходило в вашей жизни. Если пока нет финансов на поездку в Центр БР Давид, делайте медитации, будьте все время на связи, делайте звонки по скайпу Давиду, не стесняйтесь обращаться к доктору Аркадию, он всегда готов помочь. Пишите мне, я готова ответить на любые ваши вопросы касаемо своего пребывания здесь в Центре, касаемо каких-то любых технических деталей. Мы полностью открыты. Самое главное, что вы здесь, и надежда есть. Ну, вот на этом мы закончим. Спасибо, фрау Люба, спасибо, значит, за интервью. И я надеюсь, что в этой студии мы еще не раз встретимся с родителями, мы не раз встретимся и с детьми, и вы узнаете о том, что происходит в Центре, какие есть новости, какие есть успехи. Вот. И, как говорится, до новых встреч, здоровья, счастья всем, любви. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok